Здравствуйте! В эфире выпуск новостей. В студии Александра Роднина. В Одессе в первой половине дня произошли 12 ДТП. Есть пострадавшие. На объездной дороге водитель автомобиля Hyundai на скользкой дороге не справилась с управлением и врезалась в грузовик. От удара легковушка отбросила на несколько метров и развернула. Девушка-водитель госпитализирована. Еще одна авария с пострадавшими на Авидеопольской дороге. В районе автозаправочной станции водитель иномарки не справился с управлением. Внедорожник вылетел с трассы в кювет и перевернулся. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир. Их госпитализировали с ушибами. Выпавший снег не стал серьезной преградой для одесских автомобилистов. Пробки, которые образовались в час пик, характерны для города в любую погоду, констатируют водители. Перебоев с общественным транспортом также не зафиксировано. Основные магистральные улицы почищены от снега. С утра традиционно стояли в заторе автомобили на улице Атамана-Головатого. Большая пробка образовалась на объездной дороге в районе Корсунцов. Там скопились фуры. Пробка наблюдалась на въезде в Одессу у Таировского кладбища. Также медленно двигался Адмиральский проспект на пересечении с улицей Краснова. Тянучки на Николаевской дороге, Балковской, Люздорфской дороге и практически по всему центру. В связи с погодными условиями на автовокзале отменили рейсы пассажирских автобусов. Не уехали автобусы в Херсон, Очаков, Каховку, Килью, Запорожье, Харьков, Тульчин и Балту. Кроме того, несколько раз переносили рейс в Кишинев. Фонд государственного имущества Украины отменил аукцион по продаже пакета акций по Одессу Ублэнерго, назначенной ранее на 20 марта. Эксперты такое решение считают правильным, так как цена 25% акций компании, по их мнению, сильно занижена. Впоследствии это могло привести к манипуляциям и росту цен для потребителей. Я причину вижу в том, что цена была реально очень низкая, и поэтому мог быть сценарий, что частный собственник покупает по очень низкой цене, потом переоценивают компанию, активы компании, и потом получается очень высокая цена, которую закладывают в тарифы для потребителей, и тарифы растут. 20 марта стартовая цена лота должна была составить 149 миллионов 81 тысячу гривен. Напомним, ФГИ уже пытался продать акции по Одессу Ублэнерго в прошлом году. Тогда торги переносились трижды. Причем в прошлом году госпакет оценивался в четыре раза дороже. За него просили 631 миллион 300 тысяч гривен. Однако желающих приобрести акции по такой цене не нашлось. Получить паспорт, оформить субсидию, зарегистрировать место проживания. Эти и целый ряд других услуг можно получить оперативно и без перемещений. Центр интегрированных услуг на Косовской начал свою работу с сентября прошлого года, постепенно расширяя спектр сервиса. Современный ресепшн, уютный зал ожидания, электронная очередь, вежливые сотрудники, отмечают одесситы. Центр делали максимально удобным и комфортным как для посетителей, так и для самих работников. С начинкой и функциями уникального для Одессы центра пришли ознакомиться представители дипломатического корпуса города. Вместе с городским головой Одессы дипломатам провели специальную экскурсию. Геннадий Труханов еще раз подчеркнул, такой центр был давно необходим Одессе. Многое уже удалось реализовать, но есть и куда стремиться. Мы стояли перед вызовом. Либо нам срочно выполнять то, что мы наметили, причем срочно это делать, либо мы тогда должны были остановить и сказать честно Европе. Мы не готовы сегодня к реформе. У нас нет помещений, мы не готовы. Мы сказать такого не могли. От этого нас ждали люди. И вы все, живущие в Одессе, это видите. Ждали нового центра, вспоминает городской голова и сами сотрудники муниципальных структур. Работать в старых условиях было невозможно. Невыносимые условия. Мы вам покажем фотографии. Они же остановятся на этом. Каждый день уволнялись обученные сотрудники. Это надо принять работу, обучить, чтобы потом, по прошествии маленького промежутка времени, люди просто не выдерживали этой моральной нагрузки, психологической нагрузки. Нынешняя мэрия построена по всем современным стандартам. Здесь есть большая парковка, удобная транспортная развязка. Само здание расположено в географическом центре города. Уютно и внутри центра, признаются одесситы, которые уже воспользовались услугами так называемой «новой мэрии». Очень просторно, спокойно и все как бы для людей. В общем, все хорошо. Я благодарна мэру за это чудо. С бесконечной очереди стоишь в очереди, нервничаешь. Кто-то без записи заходил. А тут вот я пришла, вот сейчас ожидаю, мне еще 10 минут, и все, меня позовут. Очень комфортно, удобно и приятная атмосфера. В центре созданы все условия, чтобы людям, приходящим сюда, было комфортно. Например, здесь есть детская игровая комната и даже раздевалка есть, чтобы люди могли оставлять свою верхнюю одежду. Среди гостей, посетивших в этот день центр интегрированных услуг, и знакомый многим одесситам Валентин Симоненко, который на рубеже 80-х-90-х был председателем горсовета Егорысполкома. Я должен сказать и прежде всего поздравить всех своих земляков-одесситов с таким великолепным учреждением, в котором мы сегодня находимся. И не в обиду здесь представителям консулов, я во всех ваших странах был, везде от начала до конца, и могу сказать, ни в одной из ваших стран нет такого центра, как этот. Сделано конкретное великолепное дело для города и для конкретных людей. И спасибо вам. Я вам даю славу. Спасибо. После детальной экскурсии по центру интегрированных услуг, свое мнение о нем высказали дипломаты. За рубежом, рассказали представители дипмиссии Одессы, уже давно существуют учреждения, предоставляющие подобные услуги гражданам. Вместе с тем, одесский центр впечатлил даже иностранцев. Центр интегрированных услуг, по словам дипломатов, соответствует высшим европейским стандартам. Увлекление самое положительное. Я вообще шла, я не знала, чего ожидать. Это такой некий был сюрприз. Сюрприз очень приятный. Спасибо большое. И я, честно, не знаю, в каких условиях вы работали раньше, но то, что сейчас ждет жителей Одессы, это чудесно. Что я видел сегодня все на европейский стандарт. И я думаю, что так нужно быть в мире, как в всем мире, и не только в Одессе. И в Европе есть такой. И это уже один из важных шагов Одессы и администрации Одессы по этому европейскому вектору. Важный шаг, потому что вы показываете периоды Одессы, как будет работать будущее. В планах у центра расширить перечень предоставляемых услуг, отмечают специалисты. Нам должны передать функции регистрации общественных организаций от Минюста, регистрации актов гражданского состояния, организацию предоставления социальных услуг. И то, что многие спрашивают, это услуги МВД. Выдача прав, переоформление водительских прав, регистрация автомобиля, получение техпаспорта и так далее. Эти планы, рассказала специалист, могут реализоваться уже в ближайшее время, если Одесса попадет в пилотный проект сервисных центров МВД. Врач-психиатр задержан в Одессе при получении взятки. Злоумышленник требовал от Одессита 2000 долларов за содействие в беспрепятственном получении заключения судебно-психиатрической экспертизы. Врача задержали вблизи места работы во время получения второй половины денег. Открыто уголовное производство. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. В Малиновском районе задержан 26-летний гражданин Грузии. Во время задержания мужчина не показал документы и назвался чужим именем. Полицейские установили личность задержанного, а следом и факты его биографии. 41-летнего правонарушителя задержали во время оформления пассажиров рейса из Стамбула. Как было установлено, мужчину разыскивали в Черногории по подозрению в организации преступной группировки. О задержанном проинформировали ОКР-бюро Интерпола. Иностранца передали полицейским. А в Одесском аэропорту пограничники задержали гражданина Турции, который находился в международном розыске по линии Интерпола. Выяснилось, что задержанный разыскивается правоохранителями Ивана Франковска за серию краж. А в районном суде Одессы рассматривается уголовное производство за совершенное им имущественное преступление. Днем же полиция и взрывотехники искали в Одесском аэропорту бомбу. Неизвестный сообщил, что воздушные ворота города заминированы. На место прибыли взрывотехники и кинологи. Пассажиров и работников аэропорта эвакуировали. На время проверки задержали вылет нескольких рейсов. В результате никаких опасных предметов на территории не обнаружили. Через несколько часов аэропорт возобновил работу в штатном режиме. В Одесской области из снежных заносов вытащили 150 автомобилей и спасли 368 человек, среди которых 123 ребенка. Об этом сообщили в региональной службе спасения. Более всего из-за непогоды был затруднен проезд по трассе Одесса-Киев. Сейчас ситуация нормализовалась. Дороги в Одесском регионе местами мокрые, местами заснеженные. Наблюдается накат и гололед. Тем не менее, во всех направлениях проезд обеспечен. На дорогах области работают 86 единиц техники и 155 человек, сообщили в службе автомобильных дорог. Тем временем зима пока не отступает. В гидрометцентре Черного и Азовского морей добавили, что непогода в регионе продлится до конца недели. В ближайшие три дня сохранятся сложные погодные условия. Снег, налипание мокрого снега, увеличение снежного покрова до 17 сантиметров. Температура воздуха будет колебаться от трех градусов мороза до двух тепла. Небольшое улучшение прогнозируется на среду, 21 марта. Будет облачно с прояснениями. Однако гололедицы и налипание мокрого снега сохранятся. Из-за непогоды ограничена работа порта в Одесской области и закрыт канал Дунай-Черное море. В связи с выпадением снега в Ренийском порту ограничена перевалка зерновых, сообщили в администрации морских портов Украины. А глубоководный судовой ход Дунай-Черное море, проложенный в Одесском регионе, полностью закрыт. Как пояснили в ведомстве, в гирле «Быстрое» наблюдаются высокие волны при штормовом ветре. 20 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом. Эта напасть, давно уже проникнувшая во все социальные слои, вот уже несколько веков не оставляет мир в покое. Одесса не исключение. Региональные специалисты рассказали о статистике заболеваемости, об особенностях лечения и методиках борьбы с туберкулезом в наши дни. Главным, выделились специалисты, в регионе является создание единого центра, в котором будет возможно стационарное лечение больных туберкулезом, ВИЧ-инфицированных и пациентов с коинфекциями. Специалисты уточнили, хоть статистика заболевших туберкулезом сегодня уменьшается, показатели все равно превышают эпидемиологический порог. По рейтингу Украины мы опережаем все территории, все области в плане количества заболевших, в плане качества заболевших. И если брать по количеству, так сегодня считаются по статистике и заболевшие рецидивы в одном показателе, и у нас этот показатель составляет более 300 тысяч. Сравнительно с прошлым годом немножко уменьшилась корено, это опять-таки не те цифры, которые удовлетворяют нас как специалистов. Заболеваемость в прошлом году у нас не выросла, даже немножко снизилась. Число больных с мультирезистентным туберкулезом с 415 в 2016 году среди всех первые выявленных снизилось до 261, это примерно на треть. То есть мы стали больше диагностировать чувствительные формы туберкулеза и реже стали встречаться туберкулез с лекарственной устойчивостью, что соответственно ведет за собой и удешевление самого лечения, и уменьшение срока в лечении. При этом, к счастью, уменьшился и показатель смертности от этого недуга, говорят специалисты. Показатель смертности, он где-то мы в срединке всех показателей Украины. И у нас умерло 263 против 275 прошлого года тех лиц, которые состояли на учете. Из тех больных, которые стоят на учете, всего 44% с классическим туберкулезом, остальные с мультирезистентным туберкулезом, который устойчив к ряду препаратов. При этом все чаще среди пациентов с туберкулезом встречаются ВИЧ-инфицированные. Именно для своевременного лечения сегодняшних сложных форм заболевания в марте был создан областной центр социально значимых болезней. В состав которого вошли все областные противотуберкулезные учреждения и областной центр СПИД. Сейчас совместно с департаментом здравоохранения решаем активно вопрос в том, чтобы нашу лабораторию, бактериологическую лабораторию, обеспечить новым современным оборудованием, которое позволит нам внедрить и усилить молекулярно-генетическую диагностику туберкулеза. То есть это тот компонент, который прежде всего играет ключевую роль в плане правильного назначения лечения больному туберкулезом. Ожидает Одесский регион и новое оборудование, говорят специалисты. В этом году Одесский регион получает такой прибор, который будет называться ХАЭН-тест. Он будет позволять в течение одной недели получать устойчивость к основным противотуберкулезным препаратам. Сейчас мы такую пробу получаем, результат такой пробы получаем где-то в среднем через 40 дней. Большой вклад в работу центра вносят неправительственные организации, международные спонсоры, констатируют врачи. Благодаря этой помощи пациенту могут получать больше спектр услуг. Наши пациенты имеют абсолютно разностороннюю помощь, начиная от мобильных пакетов, мобильной связи, карточек на продукты питания. Им помогают доехать, если у них нет такой возможности, доехать до областного центра для того, чтобы пройти обследование. Если есть необходимость проведения дорогостоящих методов диагностики, у наших пациентов такая возможность есть. Им предоставляется на безоплатной основе компьютерная диагностика, магнитный резонанс, если того требует обстоятельства, УЗИ диагностика, гистологическое исследование. К сожалению, подчеркивают специалисты, большая часть населения находится в информационном вакууме относительно так называемых социальных заболеваний, наносящих непоправимый вред здоровью. Однако объединенными усилиями медиков, благодворительных и общественных организаций, социальных служб, заинтересованных бизнес-структур сегодня можно и нужно помочь практически всем нуждающимся в лечении и реабилитации, уверены специалисты. В Одесском государственном экологическом университете в эти дни насыщенная программа. Во вторник стартовала научно-практическая конференция, на которой подведены итоги второго тура всеукраинского конкурса научных студенческих работ по специальности наука о земле гидрометеорология. А уже со среды откроется третья международная конференция молодых ученых в области гидрометеорологии. Участниками нынешней конференции стали студенты и магистры многих украинских вузов, занявшие первые места в предварительном туре конкурса. Специалисты подчеркивают, работы студентов охватывают все современные направления развития науки о земле. Тем они и интересны. Работы были совершенно разного направления. И хочется отметить, что даже нам уже с ведомым науковцем, то есть научным сотрудникам, работникам со стажем, было очень интересно рассмотреть эти работы, потому что мы понимаем, что, конечно, в работу студента вносит свой вклад и педагог, и преподаватель. Все актуальные в наши дни исследования в сфере гидрометеорологии многие нынешние студенты хотят и могут внести свой вклад в развитие направлений науки о земле. Науки о земле приобретают в жизни человечества все больше и больше значений. И поэтому я искренне рад, что вы все-таки заинтересовались науками о земле, что вы все-таки решили посвятить свое свободное время, свои интеллектуальные, скажем, силы тем, чтобы заниматься различными проблемами, связанными с науками о земле. И я искренне надеюсь, что вы и дальше будете продолжать этим заниматься. Большинство участников конференции – студенты старших курсов. Но встретились в экологическом вузе и первокурсники, которым не безразличны проблемы окружающей среды. Большинство участников, когда я переходил через дамбу, то зафиксировал такий незвичайный процесс, что лід мает форму таких кукол. И меня это удивило, почему так, как оно утворилось, что спонукало до утворения этого. Таким образом, я и зацикавился гидрологией. Конечно, меня зацикавила такая незвичайная специфика. Например, как мы берем, то вода – это все, что главное на нашей планете. То есть, океани, моря, реки – это все взаимоповязано между собой. И создает такой певный гидробаланс. То есть, именно на этом, можно сказать, сфигурувать свою увагу. У меня была очень важная тема. Я исследовала параметры, которые помогут более детально и более своевременно прогнозировать грозу. Я бы хотела показать свои результаты, чтобы в дальнейшем использовали мои результаты и, возможно, улучшили то, чтобы моя цель была достигнута. У меня не стоит цели занять место. Я просто хочу представить свое исследование. Раз посчитали, что оно достаточно важное, я считаю, что я обязана просто его представить. По итогам всеукраинской конференции все участники получат сертификаты и будут награждены грамотами. А уже в среду в Одесском эко-университете стартует третья международная конференция молодых ученых в области гидрометеорологии. Тема встречи – современная гидрометеорология, актуальные проблемы и пути их решения. Первая и вторая такие конференции состоялись в 2012 и 2014 годах. Вести активный образ жизни, общаться и дружиться своими сверстниками, принимать слова любви от родителей и близких – все это недосягаемо, если ребенок обделен возможностью слышать. У 4-летней Вероники Кистюк четвертая степень тугоухости. Девочке необходима дорогостоящая имплантация слухового аппарата, с помощью которой ребенок сможет услышать все многообразие звуков этого мира. Родители девочки Надежда и Александр рассказали, что начали замечать что-то неладное, потому что их 10-месячная дочь Вероника не издавала звуков, как все остальные дети в этом возрасте. Списав это на особенности развития, родители надеялись, что их малышка заговорит чуть позже. Как-то думаю, ну подрастет еще, детки разные бывают, еще заговорит. Ну и так вот ждали-ждали, ей исполнилось два года и уже поняли, что все-таки что-то не то, потому что до сих пор она хотя бы на свое имя должна была отвлекаться. Даже на свое имя она не откликалась, не говоря о том, что она практически ничего не говорила. Родители обратились к специалистам. Обследования показали, что ребенок здоров, но у девочки четвертая степень тугоухости. Все анализы, которые мы сдавали, МРТ, КТ, там у девочки не выявлено никаких проблем, она совершенно здорова. Что стало причиной того, что девочка не слышит, наша доченька, к сожалению, выявить по сегодняшний день не можем. Нам, вот когда исполнилось два годика, мы были на слободке, там нам сделали аудиограмму, которая нам подтвердила, что у ребенка четвертая степень тугоухости. Узнав о диагнозе, родители четко следовали предписаниям врачей. Нам посоветовали врачи-сурдологи купить слуховой аппарат, и, как они утверждали, все будет отлично. До шести лет, до пяти лет ребенок начнет говорить, слышать, и в шесть-семь лет она пойдет в обычную школу и уже будет хорошо говорить. Ну, к сожалению, у девочки нашей уже пошел пятый год, и слуховые аппараты не дали никакой реакции совсем. Сегодня Вероника ходит в специализированный детский сад, где педагоги обучают воспитанников с проблемами слуха всему, что позволяет вести обычную жизнь. Это 113 сад для глухих и слабослышащих деток. Она у нас ходит с 16-го года туда. И, конечно, многие специалисты, врачи, нейропатологи и другие специалисты не рекомендуют деток, желательно, у которых есть возможность слышать, не рекомендуют ходить в такой сад, чтобы она не привыкала к этой вот среде. Но у них там присутствует педагог-сурдолог, который с ними занимается каждый день. Вероника очень активный ребенок, любит рисовать, танцевать, смотреть мультики, а также помогать маме по дому. Единственное, чего не хватает девочке – слышать окружающий ее мир. Мы понимаем, что садик для нее очень много дал. Она стала более дисциплинированной, она как-то более общительной стала. Конечно, по-своему, так как она не может общаться так, как мы, но тем не менее у нее есть там друзья, у нее, не знаю, наверное, свои даже интересы какие-то в садике появились. То есть она иногда, даже вот мы с мужем замечаем, она очень у нас любит танцевать. Несмотря на то, что как-то, ну какие-то она может не все, но звуки улавливает, она очень любит танцевать. Я думаю, что это тоже, наверное, все-таки благодаря садику, потому что уроки музыки и танцев у них там тоже имеются. Родители Вероники уже около года стоят в очереди на государственное протезирование. Однако очередь на операцию продвигается очень медленно, и ребенок теряет драгоценный возраст, когда мозг активно накапливает навыки и знания. Что касается очереди, на которую нас поставили по государственной программе, в июле месяце это было 17-го года, мы были 351-е. Сейчас буквально на сайте института есть список 247-е мы. Для того, чтобы Вероника вместе со сверстниками смогла пойти в обычную школу, нормально слышать и общаться с другими детьми, ей необходима дорогостоящая операция по имплантации слухового аппарата. Была сначала у нас цена в 907 тысяч, сейчас она упала в 830 тысяч из-за курса, да, гривен. То есть как будет дальше, мы не знаем по курсу. По гарантии дают гарантию, потому что мы видели детей, ходили с дочкой на занятия, видели тоже мамочки приводят своих детей, дети в 5, в 4, в 6 уже довольно неплохо разговаривают. Пройдя имплантацию, Вероника заново будет учиться говорить, слышать и понимать других людей. Это весьма долгий и кропотливый процесс реабилитации. Именно поэтому врачи рекомендуют проводить подобные операции как можно раньше. Чем раньше, тем лучше. До 5 лет называют многие, что это тот возраст, когда ребенку будет еще намного легче адаптироваться, то есть будет легче происходить этап реабилитации. Родители Надежда и Александр, слабовидящие инвалиды первой и второй групп, самостоятельно собрать 830 тысяч гривен на операцию им не по силам. Поэтому без помощи неравнодушных сограждан их малышка не сможет рассчитывать на полноценное многогранное будущее. Даже незначительный вклад каждого может кардинально изменить судьбу маленькой Вероники, открыв ей счастье, слышать окружающий мир. Возможность помочь подарить счастье другому человеку в свою очередь оборачивается радостью и эйфорией для помогающего, способствует обретению им собственного счастья. И у каждого оно свое, поскольку сама категория счастья весьма субъективна, хоть психологи и имеют для этого состояния четкие определения. Во Всемирный день счастья после новостей в программе «Тема дня» кандидат психологических наук, бизнес-тренер, директор фестиваля «Анима» Наталья Лебедева о том, что делает людей счастливыми. Есть три внешних фактора, которые влияют все-таки на то, чтобы мы были счастливы. Если их контролировать, то можно этим управлять. То есть хорошо выстроенные отношения в личной жизни, затем наличие друзей, это очень важно, особенно для женщин, ей важны группы подруг. И третье — это радость от работы, которую ты делаешь. И достижения, которые тоже ты понимаешь, что то, что ты делаешь, можно померить как-то. То есть ты вкусно дома печешь пирог, и это уже счастье. То есть денег тут не было. Не, ну деньги — это всего лишь некоторые эквиваленты, которые… Это инструмент, наверное. Да, это скорее инструмент, измерение, и они никогда не приносят счастья надолго. Они могут на короткое время принести эмоцию радости. Ну, очень на короткое время, причем любая сумма, даже очень большая. В завершении выпуска напомним, что показалось важным в этот день нашим корреспондентам. Одесса Облэнерго 20 марта должен был оказаться объектом аукционных торгов. Но не случилось. Я причину вижу в том, что цена была реально очень низкая. И поэтому мог быть сценарий, что частный собственник покупает по очень низкой цене, потом переоценивают компанию, активы компании, и потом получается очень высокая цена, которую закладывают в тарифы для потребителей, и тарифы растут. Во вторник Дипкорпус, расквартированный в Одессе, посетил Центр интегрированных услуг на Косовской. Что я видел сегодня? Все на европейский стандарт. И я думаю, что так нужно быть в мире, как в всем мире, и не только в Одессе. И в Европе есть такой. И это уже один из важных шагов Одессы и администрации Одессы по этому европейскому вектору. Важный шаг, потому что вы показываете переодеситы, как будет работать будущее. Туберкулез – болезнь уже несколько столетий, поражающая всех вне социального статуса. В Одессе открылся новый центр, где пациентам этого профиля оказывают комплексную помощь. В состав которого вошли все областные противотуберкулезные учреждения и областной центр СПИД. Сейчас совместно с Департаментом здравоохранения решаем активно вопрос в том, чтобы нашу лабораторию, бактериологическую лабораторию, обеспечить новым современным оборудованием, которое позволит нам внедрить и усилить молекулярно-генетическую диагностику туберкулеза. То есть это тот компонент, который прежде всего играет ключевую роль в плане правильного назначения лечения больному туберкулезом. Одесситов просит о помощи четырехлетней Веронике. Была сначала у нас цена в 907 тысяч, сейчас она упала в 830 тысяч. Из-за курса, да, гривен. То есть как будет дальше, мы не знаем по курсу. По гарантии дают гарантию, потому что мы видели детей, ходили с дочкой на занятия, видели тоже мамочки приводят своих детей. Дети в 5, в 4, в 6 уже довольно неплохо разговаривают. Обо всех этих и других важных событиях дня мы расскажем в наших следующих выпусках новостей.